Всем огромный привет! Меня зовут Лена и вы находитесь на моем канале о моде и стиле. Сегодня я хочу с вами поделиться своими покупками за май. Будет много вещей из Zara, а также несколько позиций с сайта Fashion Nova. В этом видео я хочу не только показать вам свои покупки, а также рассказать и показать, как именно я собираюсь их стилизовать. Возможно, в вашем гардеробе есть похожие вещи, и я смогу вас вдохновить на создание новых интересных образов. На случай, если вам приглянется какая-либо из показанных мной вещей, все ссылки я оставлю внизу в инфобоксе. Если даже на момент видео каких-то вещей не будет в наличии, они снова могут поступить в продажу, что частенько случается в масс-маркете. Начнем с вот такого пиджака интересного кроя. Он приталенный и имеет объемные рукава. На самом деле, такой фасон достаточно редко можно встретить в масс-маркете. Причем качество пиджака очень хорошее. Он плотный, сделан на подкладе и хорошо держит форму. Сначала его долго не было в наличии, но потом он появился, и его разобрали буквально за один день. Пиджаком я довольна на 100%. У меня он в размере XS, сел достаточно хорошо, но при этом я бы немножко сделала поуже талию, чтобы лучше читался фасон. Вообще, я очень люблю такие вещи, которые можно носить круглый год. Этот пиджак прекрасно впишется в питерское лето с летними платьями и объемными кроссовками, либо сандалиями. Также я смогу носить его в осенне-зимний период, сочетая с кожаными брюками и массивными ботинками. Следующая вещь это вот такой вот сатиновый жилет. Я считаю, что это прекрасная альтернатива пиджаку на лето. В своем предыдущем видео я стилизовала такой жилет с джогерами и босоножками. Если еще не видели, то подсказку я оставлю вам сверху. Это супер базовая вещь, которая подойдет ко многим-многим образам, но у меня есть несколько самых любимых сочетаний. Первое это с джинсами, причем как с объемными типа бананов, так и с необъемными типа скини, либо прямые джинсы. Второе сочетание это с юбками, причем так же как с объемными, так и с необъемными. И третье сочетание это с платьями, особенно с платьями-комбинациями. Также я планирую носить этот жилет просто как платье, но естественно поддевая под него шорты с топом, чтобы не было видно ничего лишнего. Конечно, в рамках этого видео я не смогу вам показать все множество сочетаний с теми вещами, которые я приобрела, как я собираюсь их носить. Но у меня возникла такая идея сделать новую рубрику на канале, где я буду брать одну базовую вещь. К примеру, базовую футболку. Можно начать с них и показывать, как можно ее выбрать, на что обращать внимание. А также очень много разных способов, как можно ее интересно сочетать. Фишка данной рубрики будет в том, что мы берем базовую вещь, которая есть абсолютно у всех, и сочетаем ее очень интересными, необычными способами, не как все. Если вам нравится такая идея, то обязательно дайте мне знать лайком этому видео, либо напишите об этом в комментариях. Переходим снова к вещам. Юбка с зебровым принтом. Это вторая вещь, которая была распродана буквально за один день. Эта юбка выполнена из вискозы. Она без подклада, но имеет довольно плотную ткань и красивый сатиновый отблеск. Длина у нее миди, но при этом есть довольно глубокий вырез с одной стороны. Она выполнена в черно-белом цвете, но при этом за счет принта создает такой яркий заметный акцент в образе. С сатиновой юбкой миди на самом деле существует просто огромное количество вариаций. Летом ее можно носить с топами, майками, футболками. На более прохладное время с пиджаками, кардиганами и джимперами. Про все способы носить такую сатиновую миди юбку я также могу сделать отдельное видео. Идем далее. Джинсы свободного кроя в очень симпатичном оттенке экрю. Заказала их в 36 размере на размер больше, чем я ношу обычно, чтобы они сидели максимально объемно, но при этом не спадали с меня. Мне очень нравится, что в этих джинсах можно играть с посадкой. Можно небрежно спустить их на бедра, а можно затянуть ремнем на талии. Мне кажется, если прошлым летом на самом пике были мам джинсы, ну по моим личным ощущениям, то этим летом на самом пике будут вот такие широкие бананы. Такая модель джинс очень здорово смотрится в образах с кроп-топами и пиджаками. На ноги я бы надела объемные кроссовки, либо массивные сандали, и образ получится более таким расслабленным. Либо можно надеть босоножки, к примеру, на тонких ремешках, и получится более собранный образ. Вообще, этот заказ начинался с объемного черного пиджака, который я себе уже давно хотела. Заказала его в размере XS, так как размеров больше не было в наличии. Сел он хорошо, но мне немножко не хватает в нем длины и объема. Он достаточно плотный и держит форму. Для пиджаков это особенно важно, потому что иначе он будет зависать с вас как тряпочка и не будет структурировать силуэт. Летом планирую надевать его поверх на свои кроп-топы и носить это абсолютно с любым низом. В комплект к этому пиджаку я приобрела вот такие вот длинные шорты. Они выполнены из той же ткани, что и пиджак, только идут уже без подклада. Такие шорты сейчас особенно актуальны, но при этом это база, которая находится вне времени и трендов. На самом деле, все вещи, которые я вам сегодня показываю, это то, что сейчас находится в трендах. Но при этом, даже если они не будут находиться уже в топе, их все равно нужно продолжать носить, потому что это база, которая в принципе и создает вам гардероб. Летом я их буду сочетать с топами, футболками, а также массивными сандалиями и кроссовками, а зимой с высокими сапогами и водолазками. Самый трендовый вариант это носить такие шорты в составе костюма тройки с пиджаком и жилетом. Но жилета у меня нет, поэтому я просто буду носить с пиджаком. Также в Zara я нашла классные хлопковые топы всего лишь по 400 рублей. Взяла вот такой вот базовый белый топ и акцентный розовый топ. Взяла бы еще и черный, но его не было в наличии. Топы хлопковые, мягкие, приятные к телу. Также взяла такой же бежевый топ, он выполнен уже из полиэстера. Все топы супер базовые, но при этом имеют актуальную деталь, вот такую американскую пройму. Все эти топы плотно прилегают к телу и не дают объема. Поэтому я советовала бы сочетать такие топы с объемным низом. Например, с объемными джинсами, либо летящей юбкой. Если же вы планируете использовать в образе объемный пиджак, то низ уже может быть абсолютно любой. И еще такой важный момент. Если вы захотите приобрести такой топ, то заранее продумайте, с каким бельем вы будете его носить. Потому что классический лифт с бретельками сюда уже не подойдет. И под конец покажу вам две покупки с сайта Fashion Nova. Первая это такая вот мини-юбка, выполненная из эко-кожи в безумно красивом оттенке и риске. Мне очень нравится, что кожа здесь не гладкая, а с такими трещинками. Выполнена под винтаж. Юбка довольно базовая, но при этом имеет очень интересный крой. Такую юбку я бы рекомендовала сочетать с более объемным верхом, так образ смотрится более интересно. За свою недорогую цену юбка выполнена довольно качественно. Также у нее есть подклад. И последняя вещь это вот такие вот огромные очки. Мне они очень понравились своей формой. На меня они сели немножко большевато, но все равно я планирую их носить летом. На этом у меня все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Поставьте лайк этому видео, если оно вам было интересно. Также мне будет безумно приятно, если вы напишите в комментариях, какая из моих покупок вам понравилась больше всего. На этом у меня все и до новых встреч!